Рабочая поездка главы Мурманского народного фронта в Печенский округ начинается с военного поселка Спутник. Улица Новая, 19. Жительница этого дома пожаловалась президенту на низкую температуру в квартире. Было настолько холодно, что столбик термометра едва ли переваливал за плюс 10. Решать вопросы замазать межпанельные швы администрации пришлось в кратчайшие сроки. Женщина жила у мамы, потому что такая была температура с детьми. Мы буквально в течение недели все сделали, замерили сейчас администрацию температуры. Режим он соответствует и температура режима выше 20 градусов. Вторая остановка – город Заполярный. Тут городская больница и Народный фронт помогают пожилой женщине попасть в офтальмологическую клинику Санкт-Петербурга. У нас в регионе провести такую высокотехнологичную операцию невозможно. У нас уже весь пакет документов собран, уже направлен. Ответ к ней в руки пришел. Было заявление от бабулечки одной Галины Ивановны в спечинге по поводу проблемы с глазами. В январе месяце ее осмотрел наш местный офтальмолог. Заявка отправлена в Санкт-Петербург. И мы ждем вызов. И Галина Ивановна поедет. И очень надеемся, что ей все-таки в Санкт-Петербурге помогут. И высокотехнологическая операция будет сделана. Жители многоквартирного дома на проспекте Гвардейском в Никеле пожаловались на низкую скорость лифта и его плохое состояние. Проверка Мингосжустройнадзора выявила. Лифт хоть и изношен, но находится в рабочем состоянии. Ну, видно, что за домом следит управляющей компанией. Каких-то претензий нет. И, ну, лифт, он в таком состоянии внешне достаточно хороший. Ну, конечно, менять надо. И я думаю, что в ближайшее время Народный фронт возьмет и на контроль, чтобы и в таких маленьких поселках нашего региона тоже меняли более такими быстрыми темпами. В начале недели президент страны Владимир Путин поручил отработать все проблемы, которые были присланы на прямую линию. После Печенского округа Народный фронт направится в Кольский район, Мурманск и на юг области. Данил Скуратов, Данил Пугачев, ТВ27+.